МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чем заключаются эти изменения и какой необходимостью они продиктованы? Действительно, это, наверное, естественный процесс, когда меняется законодательство, потому что жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы. С учетом этого и изменяется федеральное законодательство. Изменяется и законодательство на региональном уровне, в том числе и на местном вносятся коррективы. В данном случае действительно в последнее время было принят целый ряд законов, федеральных законов, которые вносили те или иные изменения в законодательство на местном самоправлении. Но, наверное, я хотела бы остановиться на одном из них, который наиболее существенно изменяет те или иные моменты в системе местного самоправления, организации местного самоправления. Может, вот как бы на нем можно было остановиться. Это 130, так называемый 136-й федеральный закон. Он был принят в конце мая текущего года. И несколько таких принципиально важных моментов, которые он предусматривает. И в соответствии с которым мы должны будем скорректировать свое чувашское законодательство. Вот самое главное. Ну, самое главное, я, наверное, каких-то несколько, два-три момента назову. Но первый момент, он дает возможность субъектам в крупных городах образовывать городские округа с внутриградским делением. Ну, например, если возьмем город Чебоксар, у нас три района есть. То есть мы можем создать еще, получается, три внутриградских района. То есть будут созданы юридические лица администрации, будет набран штат дополнительный, будут свои представительные органы, свои депутаты. Иными словами, они превратятся в такие же муниципалитеты, как, например, Чебоксарский район, Шумерлинский район, Маргаусский район, будет Линский, Калинский, Московский, к примеру. Отдает нам на откупы и образовать возможность внутриградские районы. Ну, это, наверное, больше актуально именно для больших, крупных городов, миллионников. Вот, наверное, это надо, чтобы была близость к населению, к народу. Ну, да, вы предупредили мой вопрос. Я хотела спросить, а нам вообще это надо? Ну, насколько мы вынесли этот вопрос на обсуждение, то есть хотели всех услышать, чтобы высказались, и достаточно активно в городах шло это обсуждение. Я могу сказать, что ни одного еще предложения о создании внутриградских районах, ну, как минимум, город Чебоксар, не прозвучало. То есть никем не поддерживается. Это просто дополнительные финансовые расходы. У нас город не такой большой, столица республики, управляемость есть, не такая большая численность населения. Ну, и потом я очень хорошо помню, как-то вот несколько лет назад уже обсуждалась эта идея, и говорили как раз о том, что необходимость консолидировать бюджет, а не распылять его. Как раз вот пришли к тому сегодняшнему... Да, когда всем сестрам по серьгам, это не факт, что хорошо. И это раньше было, в принципе, это было не так давно уже на практике. От этого отошли, и то есть в сравнении с тем, что было по опыту того, то есть предложение не поступает. То есть этот опыт мы все-таки решили не использовать. Ну, практически на сегодня нет необходимости. Так, еще какие изменения? Еще изменения. Второе изменение я могу отметить, что существенно изменились полномочия. И если, например, на уровне городских поселений полномочия органов местного управления, они не изменились данным федеральным законом, то на уровне сельских поселений они существенно изменились. Если мы будем говорить, что ранее у них было 39 полномочий в сельских поселениях, то на сегодня законодатель 2 трети полномочий у них убирает и передается эти полномочия на уровень муниципального района. И в сельских поселениях остается 13 полномочий. То есть значительно уменьшаются полномочия. И следующее наиболее важное изменение, я хотела бы отметить, это возможность выбора организации местного самоправления на местах. То есть в данном случае закон предоставляет выбирать, каким образом будет на уровне сельских поселений формироваться местная власть, на уровне муниципальных районов, в городских округах. То есть если на сегодня у нас в уставах муниципальных образований данная форма предусматривается, то сегодня можно уже закон предусматривать и ту форму, которая сегодня действует. Если говорить о сегодняшней форме организации органов власти на уровне сельских поселений, то на сегодня у нас в республике, получается, главы сельских поселений избираются на прямых всенародных выборах, то есть на муниципальных выборах. Вот, избрана глава. Что касается муниципального района, то в данном случае у нас сегодня действует, есть у нас законодательная, так сказать, власть, ну, которая образует представительную... Ну, скажи, что представительную. Возглавляет, да, представительный орган. Руководители органов представительной власти. Вот, которого возглавляет, естественно, председатель собрания депутатов и который глава муниципального района. Он на сегодня у нас избирается из состава депутатов. Из состава депутатов. И в то же время у нас исполнительная власть в муниципальных районах и городских округах сети менеджер, то есть исполняет эти полномочия, которые выбираются по конкурсу. Комиссии создаются в муниципальных районах городских округах. Ну, собственно, чтобы не вводить в заблуждение телезрителей, давайте скажем так, он нанимается по конкурсу. Ну, практически нанимается, да. Одно из условий – это проведение конкурса. Можно так сказать, это не принципиально. То есть выборы как таковые здесь не присутствуют. Нет, это не выборное лицо. Это чисто вот такая у нас должность. Вот. И что касается городских округов, то у нас на сегодня также у нас получается глава городского округа избирает составы депутатов. И у нас есть сети менеджеры, которые, получается, проходят по конкурсу. Что предлагается? Вот. Законодатель предлагает на уровне сельского поселения возможность оставить так, как сегодня у нас действует. И вторая, и другая возможность. То есть она там не одна на уровне сельского поселения, можно разные формы. Но другая возможность – это избирать, как у нас сегодня в районе или в городе, в городах, избирать составы депутатов. Вот. Главу сельского поселения. И в то же время глава сельского поселения может являться председателем собрания депутатов и возглавлять исполнительную власть. То есть главой администрации сельского поселения. Вот одно лицо, которое может быть в трех должностях – это законодатель только предусматривает порядки исключения на уровне сельских поселений. То есть на муниципальные районы, на городские округа данные не распространяются. Что касается муниципального района, то в данном случае нам законодатель представляет право еще формировать, выбирать на прямых всеобщих выборах. То есть главу муниципального района. И он, в случае, если он избирается на прямых выборах, он может являться главой администрации. Вот. И тогда у нас просто председатель собрания депутатов, он будет избираться из других депутатов отдельно. То есть вот таким образом. То есть, по сути, мы возвращаемся к той модели, которая была у нас достаточно долго. Где-то лет 15 до того. Да. Такая тоже возможность предусматривается в федеральном законодательстве. То есть, когда глава города, он же глава собрания депутатов. Да, глава города и глава муниципального района. Он одновременно может избираться на прямых выборах и являться главой администрации. Такую возможность законодатель тоже предоставляет. В ходе обсуждения возникают предложения, такие два варианта. Что касается муниципальных образований, районов, там, да, народ склоняется к тому, что лучше, когда будет один глава. Что касается крупных городов, в частности, Чебоксар, все-таки звучат предложения оставить по-прежнему главу города и главу администрации города. Ну, действительно, проходило очень широкое обсуждение. Я сама лично тоже принимала участие и участвую в рабочей группе, и участвовала, выезжала в муниципальное образование. Я могу сказать, что я лично где-то была, проводила эти обсуждения и участвовала в обсуждениях в АлатРе, в АлатРском, Парецком, Шумерлинских районах. Поэтому очень много разных позиций высказывается, и высказывается не только на городском уровне, но и на муниципальном уровне. Например, в Парецком районе, в Шумерлинском районе высказывалось, что должны остаться отдельно глава муниципального района, и по-прежнему должен быть сити-менеджер. То есть вот такая позиция высказывалась. Но если говорить, то большинством, наверное, голосов, все-таки на уровне муниципального района, все-таки высказывается мнение, чтобы глава избирался на прямых выборах и являлся одновременно главой муниципального района. Это часто звучало, это и депутаты поддерживают, то есть вот таким образом. Но позиции были разные, то есть предложения высказываются разные. Другое дело, говорить, если о большинстве их, то, наверное, вот так. Ну, если уж я начала, то результаты обсуждения показывают в части формирования власти на уровне сельских поселений. Здесь тоже высказывается разное мнение, разные позиции. Могу отметить вот по самому опыту, что у меня практически вот в трех муниципальных районах, где я участвовала, сами главы сельских поселений высказываются за прямые выборы. Удивительно, конечно, это, с одной стороны, хорошо, что они уверены, что они там, например, могут победить на выборах, так, что могут избраны. Либо, как вариант, они категорически не собираются продолжать свою службу в этом качестве. Ну, в общем, молчали, наверное, да. То есть вот они не говорили вот об этом, может, не уточняли. Но также вот высказывались, особенно вот, кто уже сталкивается, наверное, с тем, что у нас главы поселений очень трудно подобрать кандидатуру даже на выборы, потому что, можно сказать, есть такая проблема, кадровый голод, он есть и на этом уровне. И с учетом того, что у нас последние 2,5-3 года уже треть главы сельских поселений дважды, а то и три раза уже переизбиралась, а это, естественно, финансовые средства, это выборы, это достаточно серьезная работа, это задействовать нужно буквально всю избирательную систему. А с учетом этого, то есть, предложили, были предложения... Дмитрий Дикторович, а вот, допустим, энное количество уголовных дел в отношении глав районов, это тоже свидетельство кадрового голода? Ну, это причины разные. Ну, это уже, наверное, другая тема. Я бы, наверное, не стала уходить в другую плоскость от темы нашего с вами сегодняшнего разговора. Причины, почему меняются часто главы сельских поселений, они самые различные. Большинство, конечно, по собственному желанию. Когда глава поселения пришел и думал, ах, это легко, и там и зарплата есть, и все, я там справлюсь. Далеко не так. Когда он пришел, и у него, условно, 39 полномочий было до этого, и это ответственность, и это спрос, и это проверки, и это контрольно-надзорная деятельность. Все надо исполнять, и везде, естественно, закон. Каждая полномочия регулируется законом, и он понимает, что это слишком тяжелые ноши, просто по разным причинам. Может, находит другую работу или что-то, я не буду в это вдаваться, но большинство, конечно, по собственному желанию, по каким-то другим личным причинам. Но есть и те, которые уходят по проблемам с законом, есть и такие. Это тоже говорит о том, что когда они приходят, они думают, что все достаточно, могут справиться. Но там очень вопросы ответственные, сложные, это управленческая, хозяйственная деятельность. Очень много полномочий. Видимо, может, и поэтому федеральный законодатель пошел и на две трети уменьшил полномочия. Но это, конечно, причина финансовой наполняемости, то есть отсутствие достаточной финансовой наполняемости на уровне сельских поселений. Но, возможно, этот вопрос, что очень много полномочий было на уровне сельских поселений. С которыми они просто не в состоянии справиться. Это может тоже влиять. Ну и субъективное тоже, это же прекрасно мы знаем. Приходят разные люди, хотя и на прямых выборах, но тем не менее, как говорится, как у нас проверяют, дай человеку должность, поймешь, кто он есть. Абония, вода и медные трубы. Говорят, что самое сложное испытание это медные трубы. Ну и что я могу сказать? То есть вот на уровне сельских поселений мы потом, когда проводили широкое обсуждение, уже потом собрались в рабочую группу, подвели итоги и получается вот больше, конечно, на уровне сельских поселений склоняются избирать из состава депутатов главу сельского поселения. Если возникает вопрос, что он слагает полномочия, можно уже потом не назначать прямые выборы, то есть не проводить выборы, а избрать уже из оставшейся состава депутатов. То есть таким образом налицо еще и экономия, и финансовых средств, и нервов. И этот вопрос тоже самый, он присутствует. Ну и не только этот, и с учетом того, что и полномочия стало меньше значительно, то есть их стало практически треть, осталось полномочий. И с учетом того, что предлагаются на муниципальном районе прямые выборы главы муниципального района, это тоже важно. Если у нас на муниципальном районе глава избирается на прямых всенародных выборах, то в принципе уж такой прямой необходимости на уровне сельских поселений избирать главу, тоже этот вопрос, такой целесообразности и необходимости уже нет. То есть поэтому такие мнения высказываются. А так в целом, конечно, мнения высказываются самые различные. Высказываются и за жесткую власть, и за вертикаль. То есть вот буквально ко мне подходили в конце крупные руководители предприятий, организаций и граждане, которые участвовали. Были случаи. Почему-то это больше к концу было, хотя и в ходе высказывалось. Но когда все равно к концу высказывалось, сначала много говорили про демократию, а уже ближе к завершению обсуждения, все-таки высказывалось, что руководитель региона должен выбрать такую власть, чтобы сохранить управляемость, чтобы был порядок, спокойствие, стабильность в регионе. Чтобы могла нормально работать. Мне тоже неоднократно приходилось слышать, все-таки мы же журналисты-то в силу своей работы тоже регулярно общаемся с людьми. Но иначе как двоевласть тем этот период не называли. Вот это самое часто используемое определение. Ну, может быть, особенно на сельском уровне это так и воспринимается. Но опять вот мы с вами говорили, что в городских округах другие высказываются уже мнения, что вот сохранить. И не только в Чуваксарах, и в других городских округах тоже высказывается такая мысль, что вот в городских округах себя подтвердила вот именно, ну, достаточно эффективно показала та система, которая сегодня действует. То есть такие мнения тоже высказываются. Насколько я поняла из ваших слов, то закон в принципе не запрещает ни того, ни другого. Не запрещает. Что касается порядка формирования органов власти в целом, вот какие-то изменения по, допустим, нашим парламентам? Госсовет, городское собрание, районное собрание. Здесь я могу сказать, законодатель тоже предусматривает формирование в муниципальном районе, на районном уровне представительного органа разными способами. Первый способ – это прямые выборы депутатов муниципального района. Второй вариант, который предлагает законодатель, это формирование представительного органа муниципального района из состава глав сельских поселений и депутатов сельских поселений. В зависимости от населения там и так далее. То есть, может, собрание депутатов муниципальных... Путем таких арифметических действий выбрали на местах, и они же... Войдутся, это представительный орган, и в том числе депутаты от сельских поселений там входят тоже, и таким образом формируется у нас представительный орган муниципального района. Но вот если говорить о результатах обсуждения, практически такой вариант, могу сказать, практически не предлагался из глав поселений. То есть, все-таки высказываются за то, чтобы сохранить свои собрания у всех? Прямые выборы депутаты избирались на прямых выборах. То есть, вот это подчеркивалось, чтобы депутаты, представительный орган формировался, и именно прямые выборы были. Когда мы должны определиться? У нас 3 месяца обычно на приведение в соответствии с федеральным законодательством. Практически мы должны уже где-то завершаться. Ну вот если вы говорите, да, работа идет, обсуждение идет к завершению, все-таки вот если подвести некую черту... Ну, я могу сказать... Скажем, ваш прогноз с такой вот... Я, наверное, не буду давать прогнозы. Я могу сказать, что с учетом максимального учета, наверное, мнений представителей всех, наверное, муниципальных районов, сельских поселений и населения, которое участвовало в этом. Потому что у нас обсуждение проходило не только в муниципальных районах. Общественная палата, я знаю, очень широко проводила это обсуждение. В администрации города я знаю, что на различных площадках, в различных формах данное обсуждение проходило и в настоящее время проходит. Но сегодня мы разработали, потому что время у нас уже, ну, можно сказать, поджимает. Мы разработали проект закона, учитывая те предложения, которые были озвучены, учитывая и, наверное, может, изучив опыт субъектов, мы его тоже изучали, он тоже различный. В каких-то субъектах практически ничего не меняется, в каких-то субъектах идут условно совершенно разные, применяют и что-то оставляют как было, где-то меняют. В каких-то муниципальных образованиях. Вот в Московской области у них там практически много разных форм. Это большая область и в различных крупных муниципалитетах, там, в городских округах, там очень большое разнообразие форм организации местного самоуправления. Они уже приняли законы, они в числе первых приняли. То есть совершенно разная практика, учитывая, как бы, и изучив практику субъекта. Ну, понятно, Москва и Московская область. Ну, это особенно субъекты, да. Регулируется другим законодательством. Работали мы проект закона, который, если коротко подвести, получается, на городских округах мы сегодня их не трогаем. Оставляем, как сегодня было, как действует власть, потому что практически у нас проблем каких-либо в городских округах на сегодня между главой городского округа и сетименеджером. Они работают слаженно, это можно отметить практически во всех округах. Мы ничего не ломаем, посмотрим, как будет, покажет себя закон в работе дальше, и там посмотрим. То есть не трогаем мы сегодня в проекте «Градские округа» на уровне муниципальных районов. Это потому что большинство вообще Чувашской республики, муниципальные районы. Мы идем по пути, предлагаем законопроекте по пути прямых выборов главы района, который одновременно будет являться главой администрации района. И главой собрания? Нет. Нет. Глава, председатель собрания будет другой лицо, который будет избираться депутатами. То есть он не будет являться председателем собрания депутатов. И на уровне сельских поселений мы предлагаем в проекте, чтобы глава сельского поселения избирался из числа, из состава избранных депутатов. Вот такой порядок на сегодня предлагается. Что касается представительного органа муниципального района, то мы предлагаем также избирать их на прямых всенародных выборах. Пока еще есть время, пока решение не принято окончательное. Как можно принять участие в этом обсуждении? Что нужно человеку, которому очень хочется высказать свое мнение? Ну, во-первых, уже настолько, наверное, озвучено, настолько и СМИ озвучили. Мы и выезжали практически целой группой, и депутаты обсуждали, и главы, получается, муниципальных образований тоже в своих рамках обсуждали. И то, что у нас по республике было образовано семь подгрупп, куда вошли все представители, и законодательные, и исполнительные, и общественности, и общественная палата, и представители региональных отделений политических партий. То есть все вошли, выезжали, обсуждали. Вот с учетом такой большой широкой аудитории, то есть, во-первых, можно просто уже написать свое мнение условно, хоть в администрацию главы, хоть в Министерство юстиции, хоть в госсовет, они направят к разработчику к нам. Это просто самый простой, высказать письменно, да. Можно, у нас сам проект размещен на сайте Министерства юстиции, это официально в установленном порядке, он проходит обязательно общественное обсуждение. То есть текст проекта размещен, можно обратиться просто в электронном виде и представить свои замечания буквально Министерству юстиции. То есть проблем нет никаких, можно через любой орган все равно направить к нам, дополнительно будем обсуждать. У нас есть общественный совет, где на общественном совете мы дополнительно все эти предложения оценим, и если есть необходимость, конечно, еще скорректируем проект закона. Кроме того, еще будет обсуждение, он будет рассматриваться на заседании Кабинета министров, затем он будет рассматриваться на рабочую группу Государственного совета, а потом на Комитет Государственного совета, только после всего, там тоже есть возможность естественной корректировки, дальнейшего обсуждения, и только потом будет вынесено рассмотрение Государственного совета Чувашской республики. То есть практически процесс обсуждения проходит, продолжается. В разгаре. Продолжается. Спасибо вам большое, Надежда Викторовна. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр юстиции Чувашской Республики Надежда Викторовна Прокопьева. Всего доброго и до следующего сеанса правительственной связи.